На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись. Фрэнсис Бэйкон. Дэмиан Хёрст. Метафизика плоти. Часть первая. Добрый вечер. Ну, сегодняшние наши герои как раз находятся в самой, что ни на есть, очевидной связи. Это понятно уже по фотографиям, которые я выбрала для заставки нашей лекции, где постановочный портрет Фрэнсиса Бэйкона с разрезанной тушей, тушей, которая у него всё время присутствует, в сюжетах его полосин. Совершенно очевидно, что фотография Дэмиана Хёрста с разрезанной акулой сделана как сознательная рифма к портрету Бэйкона. На слайде два прямоугольных фото. Слева чёрно-белое фото. Оно ориентировано вертикально. На фото Фрэнсис Бэйкон, мужчина нормального телосложения с короткими волосами. Волосы торчат наверх. У него обнажён торс. Руки расставлены в стороны и подняты чуть выше головы. В каждой руке у него по половине разрезанной свиной туши. Справа цветное фото. Оно ориентировано горизонтально. На фото в белом помещении стоит человек. Это Дэмиен Хёрст. Он одет в белую рубашку, чёрные брюки и чёрный пиджак. Его прямые руки разведены в стороны. По обе стороны от него два прозрачных вытянутых прямоугольных контейнера, вроде аквариумов. Внутри каждого находится по половине разрезанной акулы. Ну, два самых, наверное, знаменитых английских художника 20 века. Оба специалисты по... Оба считаются такими специалистами по всякому страшному, ужасному и кровавому. Такие мастера хоррора. Фрэнсис Бэкон, как известно, вдохновил немало создателей фильмов ужасов, если говорить о каких-то не самых значительных влияниях, которые он оказал на культуру 20 века. Крон Хёрст постоянно говорит о том, что Бэкон — это его любимый художник. Не так давно была, по-моему, в Нью-Йорке была выставка, где работы Фрэнсиса Бэкона были выставлены вместе с работами Дэмина Хёрста. Для Хёрста этот сюжет взаимоотношений с Бэконом очень важен ещё и потому, что он, помимо того, что он знаменитый художник, он достаточно серьёзный коррекционер искусства. И в его коллекции есть несколько работ Фрэнсиса Бэкона. То есть это такая постоянная связь. Но при этом художники эти, как мне кажется, являются не столь очевидны. Как бы Хёрст очень сложно назвать действительно последователем Бэкона. Бэкон — это фигура абсолютно уникальная в 20 веке. Это художник, на самом деле, у которого нету последователей прямых. И Хёрст — это скорее попытка показать невозможность сегодня заниматься таким искусством и таком заниматься, как им в своё время занимался Фрэнсис Бэкон. Но, собственно говоря, вот про это мы и попробуем говорить дальше. А Фрэнсис Бэкон — художник уникальный во многих отношениях. Во-первых, это художник, который, художник 20 века, один из немногих художников, которого не относят и нельзя отнести ни к одному из направлений. Это не экспрессионизм, это не сериализм, это не концептуальное искусство. Это как бы непонятно что. Это абсолютно особняком стоящая фигура. Фрэнсис Бэкон был самоучкой. Он не получил ни то, что художественного образования, он толком не получил никакого вообще среднего образования. Он был очень болезненным ребёнком. У него всё детство была астма, и поэтому он вообще ни в какие школы не ходил. Жила его семья между Дуглином и Лондоном. Его родители были англичанами, но жили в Ирландии. Его отец был конезаводчиком. И с семьёй у Бэконом были очень напряжённые отношения, так же, как и с тем местом, где он вырос. Ощущения его, во-первых, были связаны с тем, что Дуглин того времени, когда он был в становлении ирландского движения за независимость, было ощущение постоянного присутствия насилия в воздухе, в том числе насилия, связанного с профессией его отца, который был конезаводчиком, и в том числе поставлял лошадей для английской кавалерии, собственно, которая этим самым насилием и занималась. И лошади, собаки, вот всё то, чем занимался его отец, для него было, для Фрэнса Бэкона было нестерпимо, потому что это астма, это аллергия. То есть присутствие этих прекрасных живых существ по определению было мучительным. Ну и, конечно, самая главная трагедия его юности была связана с тем, что его родители, узнав о том, что он гей, выгнали его из дома в 16 лет, после чего у него началась совершенно самостоятельная жизнь, очень необычная. Сначала он, как в 17-м году, оказался в Берлине, который был тогда, ну вот тем городом абсолютно бодекаданса, городом абсолютно открытым и тоже очень жестоким, как вспоминает сам Фрэнсис Бэкон. Потом он оказался в Париже в 17-м году, в 17-м году, в 17-м году. Вот в Париже, это, как вы понимаете, момент расцвета сюрреализма, расцвета искусства. И именно там, в Париже, Бэкон решает стать художником, причем такими решительными, двумя решающими впечатлениями его юности. Было то, что он посмотрел выставку Пикассо, которая тогда была, и посмотрел фильм сюрреалистов «Андалузский пес», который для него оказался тоже двумя главными решающими, определяющими художественными опытами. После чего он решил без всякого образования художественного стать художником. Но первое время, когда он вернулся в Лондон, он занимался не столько живописью, сколько он был декоратором интерьеров, от этого периода его жизни очень мало что сохранилось. Сохранилось, не столько его живопись, сколько то, чем он занимался, как мог бы, сохранилось на картине его друга и покровителя, вполне возможно, что любовника, Роя Деместра. Картина Роя Деместра «Фрэнсис Бэкон», студия «Квинсбери Мьюз». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Интерьер, тёмно-сероватые тона. Комната с лестницей наверх. Пол комнаты коричневый, стены серо-сиреневые. На переднем плане стоит круглый стеклянный стол со статуэткой. Под столом лежит бежевый ковёр с коричневым орнаментом из двух геометрических фигур. В центре у дальней стены вход на лестницу. Слева от лестницы ещё один круглый стеклянный стол с вазой. В вазе крупные белые цветы. Все детали интерьера подчёркнуто просты и геометричны. Австралийского художника, который был сильно старше Фрэнсиса Бэкона, был одним из первых австралийских авангардистов, который отчасти, видимо, был учителем для молодого Фрэнсиса Бэкона. Вот эта картина Роя де Мастро, которая представляет ателье Фрэнсиса Бэкона, с картинами, которые не сохранились. Это единственное, одно из немногих свидетельств, как выглядели картины Фрэнсиса Бэкона до Второй мировой войны. Собственно, самих этих. И вот такой вот замечательный, очень смешной портрет юного Фрэнсиса Бэкона, опять-таки, сделанный Роя де Мастро. Очень небольшое количество сохранившихся картин Фрэнсиса Бэкона того времени показывает, что он, в общем, честно пытался следовать всем художественным веяниям своего времени. Но и одна из первых работ, которая, наверное, будет важна, это один из первых портретов, которые сделал Бэкона. Картина Фрэнсиса Бэкона «Портрет». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Тёмные тона. Серая гамма. На чёрном фоне в центре изображения человеческое лицо. Оно частично скрывается во мраке. Освещена только левая половина лба, носа, подбородка, левая щека и ухо. Глаза в тени. Лицо круглое, серо-белое. По форме, цвету и фактуре напоминает яйцо. Понятно, что он там интересовался немножко таким как бы и сюрреалистическим, и посткубистическими ландшафтами. Но в историю искусства, конечно, войдёт как художник, который, напротив, в своё время был едва ли не последним, как бы, ну, условно говоря, портретистом, потому что, в отличие от многих своих современников, рисовал он, представлял он исключительно человеческие фигуры. Хотя назвать его работы портретами достаточно сложно, о чём мы будем дальше говорить на протяжении лекции. И одна из самых знаменитых его, ранних его работ, уже говорящих о том, что Фрэнсис Бэкон, тот, каким мы его знаем, это его тема распятия. Одна из первых работ, это 1933 год, считаю, есть, Фрэнсис Бэкон не был религиозным человеком. Во всех интервью он говорит, что он утверждает, что он абсолютно не был верующим, что он не верит в то, что после смерти существует что-либо ещё, и что распятие, собственно, сюжет распятия его интересовал, потому что это один из сюжетов классической живописи. И ему было интересно поработать с этим сюжетом. Кроме того, возможно, что на него в то время оказывал влияние Рой де Мастр, который как раз, наоборот, был религиозным человеком и занимался модернистской версией. Одним из первых стал делать модернистские версии классических религиозных сюжетов. Картина Фрэнсиса Бэкона «Распятие». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Тёмно-серый фон. В центре, во всю высоту полотна, изображена белая фигура из белых линий. Кажется, будто фигура сплетена из паутины. У фигуры есть две тонкие ноги. В центральной части она как бы одета в объёмную одежду. Тонкие руки подняты и раздвинуты в сторону. Тело завершает крохотная голова. Голова и ладони – белые шарики одинакового размера. Фигура прикована к кресту, как на распятии. Фигура напоминает призрака или схематично изображённую вспоротую тушу, где белые линии – это кости и сухожилия. Чем эта картина интересна, чем она важна для дальнейших опытов Францисса Бекона? Это очень странное представление человеческой фигуры, напоминающее рентгеновские снимки. Рентгеновские снимки, которые Францисса Бекона совершенно завораживали. И он тоже достаточно часто говорил о том, как изобретение рентгена изменило наше представление о человеческом теле. Изменило наше представление о том, что мы можем и что мы не можем со своим телом делать. Что, во-первых, тело – это не то, что мы видим. Мы никогда не видим, как мы устроены. Мы никогда не видим та оболочка прекрасная, которая человеческого тела, которую изображало классическое искусство, не имеет, собственно говоря, никакого отношения к тому, чем человек, чем человеческое тело является на самом деле. И рентгеновские снимки для него были знаком уязвимости человека, знаком хрупкости человеческого тела. Он в одном из интервью рассказывает, что вспоминает картину Дега, кажется, такое классическое представление прекрасного женского нюм, импрессионистического купальщица. И он говорит, что его больше всего в этой картине завораживало, что как женщина нарисована со спины, как проступает позвоночник сквозь кожу. И вот этот самый проступающий позвоночник, есть указание для него, это ощущение вот этой хрупкости, невероятной хрупкости, уязвимости человеческого тела. И поэтому, если он и пишет «Распятие», если он обращается к сюжету «Распятие», к которому он будет достаточно часто обращаться, он обращает быть, что это для него, и он говорит, что для него это не религиозный сюжет ни в коем случае, что это не история про Бога, что это не история про жертву, это история про человеческое поведение, про то, что одно человеческое существо может сделать другим человеческим существом. И сюжет о распятии — это, прежде всего, сюжет о хрупкости и о бредности человеческой плоди, человеческого тела. Поэтому это одно из первых распятий, которые он пишет. Это распятие, наверное, написанное с некоторой отсылкой к религеновскому снимку. И уже после войны следующее, самое знаменитое, раннее распятие, которое он делал, собственно говоря, называется «Триптих», форма, к которой Бекон будет постоянно обращаться. Опять-таки форма, заимствованная у классической религиозной живописи. Это не распятие, это три фигуры, фигуры у ног распятого. Тут нету распятого, ни одной из фигур, которая, как бы то ни было, условно можно ассоциировать с распятым. Это предпредстоящее. Триптих, этюды фигур на основании распятия. Три прямоугольных холста вертикальной ориентации. Все три полотна имеют яркий оранжево-красный фон. На полотне слева – стол. На столе стоит растекающееся существо сиренево-розового цвета. У существа длинная шея с головой. Голова почти полностью закрыта коричневыми волосами. Виден скорченный рот. На центральном полотне – стол с выгнутыми ножками. На нём серое круглое тело на остроконечных ногах. Из тела растёт длинная шея. Она завершается открытым ртом со скаленными зубами. Над ортом лежит белый кусок ткани, вроде повязки на глаза. На полотне справа – существо с серым деформированным телом. Оно отдалённо напоминает тело лошади. У него длинная шея. Шея завершается маленькой мордой. Почти вся морда занята широко открытым ртом с человеческими зубами. Кажется, что существо истошно кричит. Видна только одна тонкая лапа существа. Лапа стоит на небольшом круглом пятне. Текстура пятна похожа на траву или мочалку. Пятно выполнено отдельными мазками синего и жёлтого цвета. На виде для этой картины был, собственно говоря, Пикассо, была Герника. Картина написана сразу после войны, через тот опыт Второй мировой войны, через которую прошла вся Европа и прошёл и сам Бекон, который жил в Лондоне. В это время был Лондон, который подвергался бомбардировкам, в общем, в войну был включён. И то, что он рисует, то, что он пишет на этой картине, это состояние вот этого абсолютной боли и страдания. Существ, которые здесь изображены, их сложно определить. О людях это идёт, человеческие это существа, животные это кто? Кто это? Такие монстры. Но это люди... В чём здесь монструозность? Монструозность это не... Чудовище это не существо, которое тебе угрожает. Чудовище это существо, которое страдает от своей чудовищности. Чудовище это монстр, это не агрессор, это жертва здесь. И то, что представляет Бекон в этих изуродованных телах, единственное, что о них можно сказать, что это существа страдающие, что это существа живые через это ощущение боли и страдания, через это предельно интенсивное ощущение пребывания в теле, вот в этом странном, искажённом, деформированном теле. И это тело, которое... Те головы, которые он рисует, это головы, у которых нет глаз, то есть нет зрения. Это вообще некий образ существования, который не связан со зрением, не связан со зрелищем, не связан с классической репрезентацией. И есть только рты, вот этот вот орущий, зубастый, раскрытый, крик и рот, который Францис Бекон будет рисовать, образ, которым Бекон будет одержим на протяжении всей своей жизни, к которому он будет всё время обращаться. Вот в этом распятии тоже есть только... Вот единственное, что можно различить в этом распятом существе, это вот этот самый кричащий, разинутый рот. Картина «Фрагмент распятия». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. На бежевом фоне – Т-образная крупная конструкция коричневого цвета. Сверху, на поперечной балке, спиной к нам лежит человеческая фигура белого цвета с коричневыми пятнами. Она как бы упала лицом вниз. Руки фигуры расположены вдоль тела. Ниже, под фигурой, на вертикальной балке, непонятные белые фигуры. Они имеют крупные головы с кричащими ртами и тонкие маленькие ноги. Их руки подняты вверх. За Т-образной фигурой чёрное очертание горы, человеческие фигуры и машин. При этом сам Бекон говорил, что рот – это самое красивое, что есть в человеке. Он никогда не соглашался с тем, что его картина чудовищная. Он говорит, нет, я, в общем, вполне о красоте. И рот – это самая красивая часть человеческого лица. Он говорил о том, что это невероятные переливы цветов. Что ему хотелось бы писать рты так, как со всем богатством этих переливов красного, розового оттенков плоти. Так, как Клод Моне писал, или как Тернов писал, или писал «Закаты и рассветы». И при этом, когда интервьюер спрашивает его, ну, на ваших же картинах все рты чёрные, о какой красоте цветов вы говорите. Он говорит, ну, значит, мне не удалось написать это так красиво, как мне бы хотелось это написать. И в то же время, вот в 46-м году появляется ещё одна версия распятия с этим самым, тоже с фигурой под зонтиком, с разинутым в дом и без глаз, фигурой, которую сам Бекон называл диктатором, и с распятием, как вот этой самой распяленной туши бычей. Бекон никаких комментариев по поводу того, что бы значила эта картина, не давал. Произведение Фрэнсиса Бекона «Картина», 1946 год. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Тёмные тона, фиолетовый фон с симметричным геометрическим рисунком. На переднем плане круглый предмет, который напоминает невысокую белую ограду, идущую по кругу. За оградой, правее, крупная человеческая фигура. У неё видна только нижняя часть лица с открытым ртом и окровавленным верхом. Верхнюю половину головы скрывает чёрный зонт. За фигурой по центру изображения подвешена разделанная свиная туша. Её копыт распростёрты, как руки Христа на распятии. Сверху над тушей полукругом свисают кишки наподобие гирлянд. Справа и слева от распятия несколько размытых фигур. Он не склонен был давать символические объяснения, рассматривать свою работу как символические. Говорил, что вообще всё это написал он её достаточно волей случая, вообще понятие случая, шансы, и было для Пэка над ним из основополагающих. Вообще, такое всё началось с того, что он захотел написать картину с птинцей, падающей на траву. Писал он принципиально без набросков и без эскизов. И когда он начал намечать эту траекторию этой птицы, падающей на траву, первые же штрихи, мазки, которые он положил на кост, вдруг сложились в абсолютно другую картину. Эта картина оказалась в результате вот этой живописи 1946 года, в которой, наверное, легче всего увидеть переживания ужасов войны, ну и вообще ужасов некого предельного напряжения человека, как бы, некого плотского бытия. Туша достаточно на самом деле традиционный сюжет для европейской живописи, но вот самое знаменитое такое изображение этой бывшей туши, это знаменитая картина Рембрандта, которую Бекон, скорее всего, видел, потому что она находится в Лубре, где он находился там уже в те времена, когда Бекон жил в Париже. Картина Рембрандта Туша быка. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Верхняя грань холста имеет форму дуги, интерьер сарая, тёмный пол, тёмные деревянные стены, в центре чуть слева две балки. Между ними подвешена разделанная свиная туша. Она очень крупная, она подвешена за задние копыты. Туша имеет желтовато-красный цвет, чуть правее от туши маленькая женская фигура. Она в длинном платье, на её голове чапец. Она склонила голову. Были многочисленные, ну, собственно, Рембрандт был, может быть, это самая известная картина, но у его современников, голландов, было достаточно много вариаций на тему этих самых туш на скотобойных. Туши, которые, были вариации у Хайма Сутина, художника Парижской школы русского происхождения в 30-е и 40-е годы, такие более экспрессионистские. И вслед за Рембрандтом, вслед за Бекон, собственно говоря, эти бычьи туши, скотобойни, лавки мясников, его интересовали прежде всего потому, что это невероятной красоты оттенки красного, невероятной красоты цвета. И вот это сочетание красоты и отвращения, которое, собственно, и будет, наверное, основой произведения Бекона. То, что он, дальше пишет, вот в 40-е годы его достаточно зрелые работы уже, когда он начинает писать то, что можно назвать это изображение фигуры, это изображение человека, скорее всего. Но это никоим образом не портрет, потому что пишет он не лицо, а голову. И то, что это как бы не лицо, а голова, это достаточно принципиальный момент. Собственно говоря, я сейчас пересказываю своими словами, насколько это замечательную книжку французского философа Желия Деллеза «Логика ощущения». Это, может быть, одно из лучших исследований, посвященных Франсису Бекону. И она есть на русском языке, я ее рекомендую почитать и посмотреть, где, собственно говоря, есть описание, что лицо, это, что голова, в отличие от лица, является частью тела, является продолжением тела. Лицо это некая социальная статус. А голова это часть тела, это орган. И то, что рисует Франсис Бекон, это действительно голова без лица, это голова, которая является продолжением плоти, а не неким социальным обликом, не неким, кстати, отвлеченным от плотского представления образом человека. и в те же сороковые годы в его студиях для портретов это тоже очень важный момент, что почти все картины, о которых мы будем говорить, это живопись, это полотна, они вполне себе закончены, но почти все произведения, так же, как у многих, например, у патракционистов почти все работы будут без названия, у Бекона почти все работы будут называться студии. Это всегда некие студии, это всегда некая работа, которая потенциально не завершена, которая потенциально может иметь множество других вариантов продолжения, вариации, которые находятся в таком постоянном незавершенном состоянии, в состоянии становления, в состоянии изменения. Картина Фрэнсиса Бекона «Этюд к портрету» «Человек в голубой коробке». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Мрачные насыщенные тона. Синеголубая вертикальная поверхность вроде стены. В ней что-то вроде углового окна витрины, занимающего большую часть центра картины. За окном фон грязно-жёлтого цвета с серо-чёрными вертикальными мазками. В центре изображения человеческая фигура в белой рубашке, чёрном галстуке и чёрном пиджаке. На голове у человека шляпа. Лицо имеет неестественно белый цвет, крохотные глазки и огромный открытый рот. Фигура немного смазана. Местами она не прописана. Она как будто исчезает, словно призрак. Человек, видимо, сидит на стуле с подлокотниками, сжав подлокотники крупными белыми ладонями. Появляется вот эта серия студий портретов и студий человеческого тела и вот эта ещё одна голова, голова, которая связана с ещё одним очень и возникает первая вариация Фрэнсиса Бекона на тему его любимой картины Беласкеса. Это портрет папы Иннокентия X, вот такое замечательное полотно, которое Бекон знал по репродукциям и был настолько одержим этим полотном, что потом в конце концов оказался время, где это произведение Беласкеса находится. Он не пошёл смотреть оригинал, потому что ему было страшно с ним встретиться. Картина, которую он считал величайшим произведением живописи. Прежде всего из-за цветов действительно в потрясающем красном оттенке этого шёлка есть вот те самые облачения папы, есть те самые оттенки мяса со скотобойни, которые так завораживали Бекона. Картина Диего Веласкеса «Папа Иннокентий X». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. В центре изображения на чёрном фоне фигура мужчины. Он сидит на золотом троне с красной бархатной спинкой. Сверху на углах спинки два золотых набалдашника. Мужчина одет в белые папские одежды. Они напоминают пышное белое платье с большим воротом. Сверху на белых одеждах красная блестящая накидка. На голове у мужчины красная шапочка. В этой картине есть ощущение парадный портрет, где человек представляет свой статус, а не себя как тело. Это парадный портрет предполагает, что это не тело человека, что это не физическое присутствие, а присутствие абсолютно социальное, присутствие статуса, тем более, что это папа. Но при этом это очень серьёзное лицо этого человека, торчит от всего этого великолепия цветов ткани и шёлка, цветов, которые напоминают цвет мяса, напоминают ту самую плоть, которая вытеснена из этого портрета. И, собственно, к этому портрету Бекон будет возвращаться на протяжении многих лет, постоянно рисуя вариации этого папы, заставляя его кричать, разбивая этот самый облик парадного портрета, портрета, социального портрета человека, который должен игнорировать собственную плоть, должен игнорировать собственное тело вот этим самым криком, который из крик плоти. Картина Фрэнсиса Бэкона «Этюд Павеласкесу». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. На чёрном фоне изображена человеческая фигура. Человек сидит в такой же позе, как и на предыдущей работе. Условными жёлтыми линиями прорисован трон с набалдашниками. Человек одет в белое платье. Поверх надета сиреневая накидка. У человека широко раскрытый кричащий рот. Верхняя часть лица как будто смазана, затёрта. Фигура выглядит призрачной и полупрозрачной. Всё полотно как бы испещрено изцарапанной вертикальными динамичными линиями мазками серого и фиолетового цветов. И опять-таки возвращался он к ним постоянно. Цвет этой мантии в конце концов превращается в эту самую душу в распятие. Папа превращается у него папа сливается с этим животом, который он отрицает в себе. Но при этом сам Бэк возвращался к вариациям на тему этой картины, потому что ни одна из них не была удачной. Ему так и не удалось сделать ту версию, которая бы его устроила. Ему так и не удалось повторить этот волшебный цвет, который его завораживал. И собственно говоря его одержимость тем произведениям как бы Платон да Ласкес так собственно никакому не была изжита скорее всего в его произведениях. Ему постоянно была потребность возвращаться к этой работе, возвращаться к неким вариациям на эту тему. И в 50-40-е и 50-е годы Бекон создает серию портретов, вдохновленных еще одним для него. Вообще все его взаимоотношения с культурой были таким одержимостью теми или иными образами. Одна из этих одержимости это портрет Ласкеса, другая из одержимости это кадр из броненосцев Потемкина. Кадр, собственно говоря, это знаменитая сцена на одесской лестнице, где есть коляска, которая катится по лестнице, и есть упустившая коляску нянька, которая орет, превращается в этот крик. Здесь кадр, который был важен для Бекона, который будет цитировать. Очень важно исчезновение глаз, появление, когда рот появляется вместо глаз, когда глаза ничего не видят, и главной частью лица становятся не глаза, как это принято в классическом портрете, а становится этот орущий рот, который разрушает лицо, то, что разрушает лицо, как некую фиксированную форму, которая традиционно является принадлежностью портрета. Помимо того, что Бекона завораживал рот своими цветами, то, что ты делаешь та часть лица, которая постоянно меняет форму. Картина «Этюд» к образу медсестры из фильма «Броненосец Потёмкин». Прямоугольный холст ориентирован вертикально, полотно залито тёмно-зелёным цветом. От углов к центру идут тонкие белые линии, из-за чего создаётся ощущение условной комнаты или коридора. Задняя стена этой комнаты чёрного цвета. В центре сидит обнажённая фигура белого цвета. Детали фигуры плохо прорисованы, кажется, будто она грубо вылеплена из пластилина. Фигура сидит на чём-то напоминающем качеле. У фигуры голова без волос, лицо искажено криком. На нём огромные круглые очки. Рот перекошен. Ну и помимо всего прочего, конечно, рот это одно из самых сексуальных частей человеческого лица, это эротическое восприятие. Да, конечно, там тоже присутствовало, но как бы эротизм и ужас одновременно. И всевозможные персонажи и этой этюзи, в котором отсылка к параленосцу в Плотёнке, но есть в названии, и в других картинах тоже будет постоянно читаться. И тогда же в конце 40-х и 50-х годов складывается ещё очень важный параметр произведения Франсиса Бэкона, складывается его постоянное пространство. Все его картины построены как некое по одному очень схожему пространственному принципу. Там есть постоянно присутствующий элемент. Клетки, арены, некого пространства, в котором фигуры и персонажи, которые населяют эти картины, выставлены на обозрение. Выставлены на обозрение достаточно насильственно. Собственно говоря, это могут быть человеческие фигуры, это могут быть животные, несколько этюдов собаки, которые всё время находятся на арене или ринге. Картина «Человек с собакой». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Тёмные тона. На картине часть проезжей части, тротуары и стены здания. В центральной части на серо-зелёном фоне тротуара белая фигура собаки. Она опустила голову вниз. Фигура размыта, напоминает скорее тушу или груду мышц, чем живое существо. За собакой видна чёрная размытая тень ног хозяина. Когда речь идёт о человеческих фигурах, тюдо, зверей, которые, собственно говоря, мало чем отличимы, живых существ, потому что для Бекона человека, животное неконтрастное, неразличимое, они объединены в этом своём состоянии судорожного ощущения себя живыми, и вот возникает это пространство клетки, витрины и так далее, фигуры, в которых фигура обязательно выставлена на фото, собственно, в это пространство самой картины, в которой все становятся видимыми, в которой все становятся зрелищем, в которой картина, из которой заключённый в раме, в этой раме и в этом полотне персонаж не сможет сбежать, когда его наблюдают. Картина две фигуры. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Почти чёрно-белая картина, чёрная комната, белыми линиями обозначены углы и дощитый пол. В центре кровать с белой простынёй. На кровати лежат две обнажённые человеческие фигуры. Одна фигура лежит снизу, вытянув ноги, её лицо сморщено. Второй человек лежит сверху, расставив ноги. Она обхватила руками и ногами нижнюю фигуру. Фигуры размыты, лица смазаны. И возникают студии двух фигур, сливающихся тел. В данном случае, конечно, это полотно считается как сексуальная сцена, но при этом прообразом этого полотна была вот такая фотография Майбриджа, английского фотографа 19 века, снимавшего, о котором мы говорили, по-моему, когда мы говорили о Марселе Дюшане. Фотографии Майбриджа Шесть черно-белых квадратных фото в два ряда. На фотографиях двое обнажённых мужчин борются на полу. Серия представляет собой последовательные фазы их борьбы. Первого фотографа, который занимался по кадровым до изобретения кино, фиксацией движения, изучения движения человеческих фигур, это заляпанные фотографии, из коллекции Фрэнсиса Бэкона, которая была одержима фотографиями, вся его мастерская была завалена всевозможными снимками, которые он работал. И вот эта фигура борцов на самом деле становится проразом для полотна, изображающего две совокупляющиеся, судя по всему, фигуры. И вообще это очень важная, помните, была такая фраза, трюфов о Хичкоке, что у Хичкока сцена любви похожа на сцену убийства, а сцена убийства похожа на сцену любви. И то, что происходит на полотнах Бэкона, оно тоже, конечно, продолжает эту идею, это точно такие же сцены, где идет ли речь о совокуплении или о драке, или о столкновении, о борьбе. Это всегда история о том, как нарушаются границы, разделяющие тела, нарушаются границы, очерчивающие твое тело и отделяющие его от тела партнера. И вот это самое нарушение границы тела, нарушение контура тела, ощущение его автономности, неделимости и постоянства, собственно говоря, с этим нарушением Бэкон все время работает. Это то, что его интересует, когда человек в буквальном смысле слова выходит из себя, сливается, растворяется в другом человеке, слепается с ним, слепается с другим существом, выходит за границы, собственно говоря, человеческого во многом. Так же, как это происходит в портретах, почему живопись Бэкона это не совсем классический, это как противоположность классическому портрету. Классический портрет на протяжении всей истории человечества был о том, как зафиксировать наш образ для вечности. И для Бэкона вот это самое ощущение, что это мы умрем, а наш образ состоится, он еще любил древнеегипетское искусство, которое впервые занималось именно этим ощущением как бы бессмертия. Бэкона занимается ровно противоположным, он показывает невозможность зафиксировать человеческий образ, он показывает, как, собственно говоря, как любому живому существу трудно пребывать в этом неподвижном образе, как трудно сохранить лицо, как в это лицо этот облик все время растекается, все время не поддается русской фиксации и как мучительно оставаться в этой раме, в которую он помещает, в этом витрине, в которой он помещает своих героев и как они пытаются с трудом удерживать этот облик, с трудом удерживают эти фиксированные очертания и всеми силами пытаются выйти из себя, как мучительно удержать этот самый постоянный облик, с которым мы ассоциируем портреты, которые от нас требуют предъявить мир и требуют предъявить общество. Опять-таки то, что для Бекона, наверное, было понятие потери лица и несоответствие неким социальным нормам, было достаточно важным в том, что касается его сексуальности, в том, что касается его достаточно асоциальных привычек. Он был алкоголиком, он был азартным игроком, для которого то, что он проигрывал и играл, было невероятно важным, потому что игра и проигрыв вводили то же самое понятие «случая», которое он использовал в своей живописи. Фрэнсис Бекотт был одним из последних фигуративных художников XX века. Расцвет его карьеры в 50-е и 60-е годы, когда он действительно становится классиком, признанным художником, приходится ровно на то самое время, когда в Америке главным направлением является абстракция, абстракция, которой Фрэнсис Бекон относился очень скептически, мягко говоря. Но при этом, при всей его скептицизме по отношению к абстрактному экстракционизму, то, чем занимался сам Бекон, во многом технически было живописью действия. Картина Фрэнсиса Бекона «Этюд на портрет Ван Гога 5». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Пейзаж, яркие тона. В центре изображения человеческая фигура. У неё зеленоватый оттенок кожи. На ней комбинезон бордового цвета, зелёная шляпа и рюкзак. Лицо вытянутое, геометричное, черты смутно прорисованы тёмными линиями. Фигура стоит в полоборота на дороге салатового цвета. Правее от дороги – рыжая, красная и чёрная полосы земли и голубое небо. Пейзаж выполнен однотонными, цветными плоскостями. Как я уже говорила, он был самоочкой, поэтому почему-то не то чтобы гордился, он говорит, что очень здорово, что слава Богу, что меня никогда не учили живопись, не научили меня тем техникам, которые мне были не нужны. Свои техники он разрабатывал сам, и техники эти были практически поединком с холстом, потому что он использовал щётки, использовал тряпки, которые он с ним смывал свои краски, выплёскивал, бросал краску в холст, так как это делали аттрактные экспрессионисты. Потому что для него было очень важно, что то изображение, которое появляется, в конце концов, те фигуры, которые появляются, появляются отчасти благодаря игре случая. Появляются, что в истории с живописью, с картины 1946 года, когда он хотел нарисовать одно, а в результате проступили абсолютно другие очертания, абсолютно другой сюжет. Тот случай, который приносит, может дать, в конце концов, даёт сюжет картины, и при этом азартный граф, причём он любил проигрывать, не то что не любил, он проигрывал гораздо чаще, чем выигрывал, играл он в рулетку, которую он считал самой глупой игрой, потому что в ней шансы проигрыша больше, чем в каких-либо ещё играх. Но при этом для него это было такое, что надо проиграть, чтобы можно было выиграть в живописи, чтобы тот шанс, тот случай, который оборачивается против тебя в игре, наконец-то в процессе создания. Картина была на двоей стороне, что там ты его можешь использовать. И тоже вот к вопросу о классической живописи, ещё одна фигура, с которой он себя соотносит, уже Ван Гог, он повторяет автопортрет Ван Гога, опять-таки показывая, что не только ту степень, тот портрет, который был классическим парадным портретом у Веласкеса, невозможно удержать эту форму, но даже предельно модернистский Ван Гог, это всё равно слишком жёсткая форма для современной живописи. Даже эту фигуру, так взвинченную, так сказать, экспрессионистскую, невозможно удержать в контурах. И вот в одной из последних версий этих этюдов на тему автопортрета Ван Гога эта фигура просто разрывается в пейзаже, превращаясь в это самое красочное пятно, почти что абстрактное, граничащее с абстрактным экспрессионизмом, которое он, как я уже говорю, не любил, и не любил по очень, у него в интервью были замечательные филипики по отношению в адрес Поллока, про который он говорит, что это больше всего похоже на груду старых шнурков от обуви, и по отношению к Ротко, интервью уже 80-х годов, и в это время уже в Лондоне как раз были, комната Ротко в галерее Тейтко, и Бекону было замечательную вещь, да, что у него очень некрасивые цвета, это депрессивная живопись, замечательный упрек со стороны Бекона кому-либо, что это депрессивная живопись, и что если это абстракция, то если уж абстракция имеет право на существование, то пусть там будут хотя бы красивые цвета, а у Ротко цвета отвратительные, некрасивые и депрессивные. Ну, помимо как бы некого желания позлоствовать, я думаю, что за этим стояло, в общем, можно понять, почему Бекона так Ротко и абстрактный инспрессионизм возмущал, потому что я думаю, что он может предположить, что он вообще любую попытку представить некую абстрактную духовность и жизнь человеческого духа без человеческого тела считал ханжеством, потому что все то, что его интересовало, это как бы столкновение плоти, столкновение тел, столкновение, связанное с переживаниями, в том числе сексуальными, с переживаниями плоти здесь и сейчас. И любая попытка отказаться от этого переживания, сказать, что мы вообще обладаем телами, пребываем в них, связанные их желаниями, их импульсами, для него представляется, что надо думать ханжеством. Поэтому Ротко считал, что абстракция хороша, в крайнем случае может быть декоративной, и тогда пусть там будут хорошенькие цвета, а изображать трагизм человеческого бытия она не может. Поэтому возникает вот такая филипика в отношении Ротко, незаслуженная, но тем не менее достаточно показательная для самого Бэкона. Картина «Ребёнок с параличом идёт на четвереньках». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Холст разделён по горизонтали на две почти равные части. Нижняя часть тёмно-зелёная. Верхняя часть чёрная. Видимо, подразумевается условный пол и стена сзади. Справа стоит фигура, похожая на большую белую оконную раму. Слева от рамы небольшая человеческая фигура, она бело-серого цвета. Фигура стоит на четвереньках. Ноги выгнуты очень неестественно. Лысая голова без черт лица смотрит вперёд. То, что ещё одна картина, вдохновлённая Майбриджем, которого интересовали, как я уже говорила, самые разные случаи движения, в том числе движения вот этого ребёнка-инвалида, совершенно по-другому движущегося, движущегося со своеобразной красотой. По мотивам этюдов Майбриджа, человеческие фигуры в движении. Женщина, опустошающая ёмкость с водой, и ребёнок с параличом, идущий на четвереньках. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Композиция отдалённо напоминает арену цирка. В основании арены лежит коричневый круг. Над ним узкий зелёный мостик на шести опорах. Мостик замыкается в круг. На переднем плане слева по мостику ползёт серая человеческая фигура с крупной головой. Человек в той же позе, что и на предыдущем полотне. На заднем плане справа серая фигура. Она наклонилась, как бы свешивается с мостика. Формы гипертрофированы. Суставы плеч и бёдер похожи на огромные шишки. На наклонённой голове – каштановые волосы, свисающие вниз. Фигуру, которую тоже Бэггон будет повторять на многих, возвращаться к этой фигуре на многих своих картинах. И вообще, как бы, та живопись, которая начинает заниматься уже в 60-е годы, это тот момент, когда он абсолютно отказывается от, собственно говоря, портрета, как изображение лица, как изображение некого социального статуса, и начинает представлять человеческие фигуры, как тела, растекающиеся тела, которые уже обладают некой интенсивностью в бытие. Следующие, как бы, две версии распятия 60-х годов, распятия уже гораздо, ещё более жуткие, чем, как бы, чем, ещё больше артикулирующие, то есть уже скотобойник, чем картина 44-го года. Картина «Распятие». Триптих. Он состоит из трёх прямоугольных холстов вертикальной ориентации. На полотне слева бежевый пол, справа оранжевая стена, слева чёрный проём. В проёме стоит фигура женщины серого цвета с тяжёлым торсом и изломанной линией ног. Справа на полу лежит несколько больших бело-жёлтых подушек. По ним растеклась розовая масса, похожая на тело. На центральном полотне, на бежевом полу, красный матрас или тканая дорожка. Дорожка начинается на полу и переходит в плоскость оранжевой стены. На ней розовая масса, похожая на тело. Слева выделяются две руки. На полотне справа комната с бежевым полом и оранжевыми стенами. На переднем плане справа странное тело. Оно похоже на массу с центрального полотна. Слева на заднем плане две мужские фигуры за барной стойкой. Распятие, которое тоже можно связать с переживаниями чудовищного опыта Второй мировой войны, то что у этих фигур можно различить повязки, на которых можно различить свастики. То есть там есть ощущение как бы того, когда Бекон говорит, что его распятие – это не о религии, а о том, что один человек может сделать другому человеку. Это и на все упреки в том, что почему же ваши картины такие страшные, отвечают, что вообще какая-то страшная жизнь, ничего страшнее, чем то, что и так происходит вокруг. Я изобразить не могу, я могу изобразить только то, что я делаю, и вообще изображаю красоту, изображаю как бы некие состояния человеческого существа, состояние… Собственно говоря, Бекон даже не говорит, что про смерть. Для него история была не о том, что он постоянно думает о смерти, умирании плоти, а о том, что мысли о смерти являются оборотной стороной, собственно говоря, представления, ощущения себя живым. И что то, что он изображает, это не боль, а просто предельная интенсивность ощущения бытия. И что любые предельные интенсивные ощущения мы привыкли маркировать как боль, даже если речь идет не о боли. И вот эта интенсивность, собственно говоря, предельная интенсивность пребывания в собственном теле и некий выход за его привычные границы, за его привычные умения, не то, как мы привыкли располагать, это, собственно говоря, то, что он рисует, да, как картины, знаменитые в том числе своим сюжетом, он рисует женскую фигуру, находящуюся в неправдоподобной позе, торчащей из руки шприцом. Картина «Лежащая фигура со шприцом». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Абстрактный интерьер, фиолетовый фон. В центре полотна – бордовый круг пола. На нем стоит закругленная кровать желтого цвета с серыми полосками. На ней лежит скомканное белое одеяло. На кровати лежит человеческая фигура. Сложно понять, это одна фигура или два переплетенных тела. Справа можно различить ногу и руку, в центре – голову с волосами. В откинутую в сторону руку воткнут шприц. Когда его спрашивали о наркотиках или о чем, он говорил, что нет, мне просто нужно было чем-то ее приколотить к поверхности. Гвоздь бы тоже подошел, но можно было бы шприцом. То есть тоже вариант распятия. Но при этом с некой наркотической и психотерической культурой 60-х годов он был связан. В конце 50-х, в начале 60-х Франц Бекон много времени проводит в Марокко, где он дружит, знакомится с американскими любительниками, в том числе с Уильямом Верозом, с которым он поддерживал очень долгие дружеские отношения. Снимок уже 80-х годов, сделанный в Лондоне, они в Марокко, в общем, с тех пор они дружили. И то, что, если кто-нибудь помнит первое русское издание трилогии Бероза, вот, собственно говоря, на обложке, там совершенно справедливо была помещена репродукция картины Фрэнсиса Бекона, вот этой самой живописи, распятие 40-х годов, потому что то, что описывали битники, то, что описывала в особенности Бероза в своей литературе, это тот же самый опыт преодоления, представления о том, что наше тело может, и тех ощущений, которые мы можем испытывать, преодоление через, связанные с употреблением тех или иных наркотических средств и с различным экстремальным сексуальным опытом. И то, что те описания физического опыта, которые можно найти в романах Бероза, они, действительно, очень близки к тому, что можно увидеть на «Полодных Беконах», сближение прозы Бероза и картин Бекона есть и у Жили Деллёза, и для Деллёза, собственно, именно на этих примерах он объясняет ключевое для его философии понятие «тело без органов», тело, которое не имеет отношения к организму, к анатомии, и к некому объективной реальности физической нашего тела. Это тело, которое является тем, как мы его переживаем. Это тело, которое не является неорганизованным. Это тело, которое пребывает в хаосе, тело, которое пребывает в постоянном изменении, в постоянных мутациях, где каждое новое ощущение, каждое новое желание, каждый новый импульс порождает новые органы и заставляет это тело трансформироваться и меняться, трансформироваться, меняться через те волны наслаждения, боли, вообще каких-либо предельно интенсивных ощущений, которые через него проходят. И, собственно говоря, действительно является вполне понятным описанием той непонятной истории, которая происходит на полотнах Бекона. То, что рисует Бекон, это действительно можно сказать, что он рисует тело, в отличие от всей живописи предыдущих эпох, он представляет тело не как тело-объект, а тело-субъект. Это не наше видение другого тела со стороны, это наше видение собственного тела, это попытка передать те ощущения, которые ты испытываешь сам, те ощущения, которые ты испытываешь даже в самых измененных состояниях, в самых экстремальном опыте. Картина Бекона – три этюда к портрету Джорджа Дайера, триптих. Он состоит из трёх прямоугольных холстов вертикальной ориентации. Это три изображения головы на чёрном фоне. На всех трёх полотнах лицо как бы вылеплено из пластилина. Оно имеет неправильные формы, местами она как будто специально деформирована и смазана. Голова имеет синий-зелёный цвет. На триптихе голова представлена в трёх фазах. Слева она повёрнута вправо, глаза закрыты. По центру голова в анфас. Правая часть головы сильно искажена, нос растёкся. На правой стороне как будто два изображения глаза, наложенные друг на друга. На правом изображении голова смотрит влево в полоборота. Её левая часть сильно деформирована. Это напоминает либо смятую пластилиновую фигуру, либо наложение множества изображений одно на другое. Мазки крупные, изображения неузнаваемые, но не тщательно выписанные. Поэтому точно так рисовал он его героями. Были в основном люди, которых он хорошо знал, его близкие, его партнёры. Один из постоянных его героев – это Джордж Джайер, его партнёр, любимый человек, которого он рисовал постоянно, в том числе и после его смерти. Дайер покончил жизнь самоубийством. Он вообще был таким очень брутальным и склонным человеком, которым было несколько попыток суицида и покончил жизнь самоубийством в день открытия одной из первых, громадных, важных ретроспектив Фрэнсиса Бэкона в Париже. То есть это была такая действительно жуткая история. И его портреты, и портреты и прижизненные, и посмертные. Собственно говоря, вот как тогда и выглядела эта фотография, сделанная в мастерской Бэкона. Картина Бэкона. Портрет Джорджа Дайера и Иллюсьена Фрейда. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Тёмные тона. Интерьер. В центре две человеческие фигуры на чёрной лавке. Перед ними низкий стеклянный стол с миской. Человек слева сидит развалившись. Он одет в белую рубашку и чёрный костюм. Голова имеет два лица. Одно смотрит влево, другое вправо. Оба они прорисованы размыто. Человек справа одет в белую рубашку и серые брюки. Его руки выпрямлены и сложены в области колен. Плечи подняты вверх. Его лицо также раздвоено, как будто передаёт две фазы движения. Сзади фигур «Чёрный занавес». Для Абекона было очень важно, что все люди, которых он изображал, персонажи, которые на его полотнах выглядят, трудно соотнести с классическим представлением о красоте. При этом для него было важно, что его герои были очень красивые люди, люди, которых он считал красивыми. И он считал, что, собственно говоря, он занимается тем же, чем занималась классической жидкостью, он представляет красоту человеческих тел. Только вот, например, если Энгра занимала красота женского тела, так как её видит гетеросексуальный мужчина, то Бекона занимала красота мужских тел. И соотносил он себя не более не менее как с рисунками Микеланджело, которые он считал самыми сладострастными представлениями мужского тела, которое существует в искусстве. И, собственно говоря, вот это представление о теле, как о теле, желанном и одержимым желанием, он и представлял, почему как бы Бекона трудно отнести к сюрреалистам, хотя он был интерес большой к сюрреалистам. Но, собственно говоря, именно к его полотнам идеально подходит определение, знаменитая фраза, основоположная к сюрреализму Андрея Бретона, что красота должна быть конвульсивной или не быть никакой. То, что представляет полотна Бекона, это и есть вот эта конвульсивная красота, образ которой невозможно удержать. Поэтому на многих его полотнах 60-х годов обязательно присутствует и человек, и его изображение. Это может быть зеркало, это может быть картина, это может быть фотография. И то, как все время существует коллизия, как ни одно из изображений не может удержать образ, как все время человек растекается из этого образа, который ему навязывают. Еще один постоянный, так сказать, постоянный модель, постоянный герой полотен Фрэнсиса Бекона, это его друг, английский живописец Люсьен Фрейд, который он тоже постоянно рисует. Это тоже триптихи, причем это триптихи, которые сам Бекон говорит, что это уже какая религиозная живопись, это просто полицейские фотографии. Картина Бекона «Три этюда к портрету Люсьена Фрейда». Триптих. Он состоит из трех прямоугольных холстов вертикальной ориентации. Это три изображения головы. На всех трех полотнах лицо неправильной формы как бы вылеплено из пластилина. Похоже на три этюда к портрету Джорджа Дайра. Фарс и другой профиль, вот это самое, что закрепить этот образ, закрепить его, как бы даже при том, что его закрепить невозможно, что это все равно некая попытка удержать этот растекающийся, выходящий за свои пределы образ, но так ради интересности. Очень интересно, как при этом сам Люсьен Фрейд представляет себя, это его автопортрет примерно того же времени. Картина Люсьена Фрейда «Голова человека. Автопортрет». Прямоугольный холст ориентирован вертикально, светлые тона. На размытом зелёно-сером фоне изображена голова человека. Лицо имеет зеленовато-серый оттенок. Правый глаз закрыт, левый чуть приоткрыт. Правую щеку подпирает рука. Реалистичное изображение, выполненное крупными мазками. Крупными мазками тщательно очерчены все мускулы и фактуры лица. За счёт этого оно кажется особенно телесным, физиологичным. Абсолютно другая живопись. При этом очень сложно, при этом каким-то удивительным образом понятно, что это один и тот же человек. Только то сходство, которое представляет Пэкон, это совершенно по-другому устроено. Для него было важно, чтобы это сходство было. Он ощущал это сходство. Поэтому он никогда не рисовал с натуры. Он раздражало присутствие человека в мастерской. Рисовал он по памяти, поэтому он рисовал близких людей, потому что он хорошо помнил, как устроены их лица. И рисовал себя. Это, собственно говоря, как Люсьен Фрейд рисует Фрэнсиса Бэкона и как Бэкон рисует себя, своей автопортретом. Картина Фрэнсиса Бэкона «Четыре этюда к автопортрету». Вытянутый прямоугольный холст ориентирован вертикально. Холст состоит из четырёх горизонтальных изображений одинакового размера. На каждом из них на чёрном фоне изображена голова и плечи. Лицо выглядит искажённым. Оно как будто вылеплено из смазанных кусков пластилина белого, зелёного, лилового цветов. Впадины глаз тёмно-коричневые. Постоянно, причём тоже, что это не потому, что я люблю своё лицо, я своё лицо ненавижу, но иногда бывали случаи, когда мне было абсолютно некого больше рисовать. Это тоже повторение фотографий. И именно вот, собственно, те распечатки из фотоавтоматов, которые постоянно делают, и его распечатка, распечатка, да, я помню, распечатка, может быть, Фреда, не помню, какой из его друзей. Завал этих фотографий и вот эти попытки отобразить себя и попытки понять, каков твой облик, можно ли его удержать, можно ли его увидеть, если ты его не чувствуешь, потому что, видимо, сам себя он не чувствовал. Мастерская Бекона, в которой он занимался этой живописью, которая была практически живописью действия. Цветное прямоугольное фото ориентировано горизонтально. Комнаты. Она очень захламлена, в ней много разных крупных и мелких предметов. На переднем плане коробки. Слева стоит стол с огромным количеством кистей. Весь пол усеян книгами. На стенах пятна краски. На заднем плане столы. На них навалены материалы, краски и кисти. Свободного пространства в комнате почти нет. Мастерская, которая принципиально находилась в хаосе, потому что посреди порядка творить невозможно. Любые образы являются порождением этого самого хаоса. Краски он смешивал на стенах мастерской. Вот эти вот стены – это его палитры, собственно говоря. Абсолютно другая техника живописи. Он писал на… Как я уже говорила, в начале 40-х годов, он уничтожил все свои, почти все свои произведения, сделанные до этого момента. И вообще он был склонен к тому, чтобы уничтожать свои работы. Особая техника, в которой он работал, будучи самоучкой, он писал на оборотной стороне холста. Собственно говоря, произошло это случайно. В какой-то момент он просто сидел в Монте-Карло, где он, естественно, играл в рулетку, естественно, все проиграл. У него не было денег вообще, в том числе на холст. И он, поскольку очень хотелось начать картину, он написал на обороте уже готовой картины. И понял, что работать на обратной стороне холста гораздо интереснее, что там по-другому ложится краска, она впитывается. Но при этом ничего нельзя исправить. Если что-то ты не так сделал, это уже нельзя счистить. Можно только выбросить все полотно и начать заново. Вот этот самый момент, что любую неудачу могла быть поводом для того, чтобы выбросить полотно, разрушить его, видимо, как-то его вдохновляло. Мастерская, которую, по-моему, не только сохранили, а перевезли из Лондона целиком в Дублин и сохранили уже как такую абсолютную инсталляцию великого художника. Действительно уникальное место, где помимо красок и вот этих самых замечательных стен балетов, было огромное количество фотографий. Фотографии, которые всегда были для него гораздо большим, более важным источником образов, чем, собственно говоря, живопись. Это были и репродукции, и это были все возможные фотографии мира. Его завораживали, например, образы животных и образы охоты, моментальные снимки, потому что он говорит, что в том, как двигаются животные, в том, как двигаются их мускулы и что-то сродни тому, как устроена мускулатура полотен. Не то, что он пытался изобразить такое же движение, он пытался, чтобы его картина двигалась так же, как двигаются вот эти вот самые прекрасные дикие звери на каких-нибудь снимках, фотографиях африканской саванны, которую он собирал. И то, как он, вот эти автопортреты, которые он тоже рисовал на протяжении всей жизни, потому что сейчас некого больше было рисовать, потому что это всегда то, что у человека всегда… И потому что, видимо, с проблемой удержать свой облик и понять, как же ты выглядишь, почему ты себя ощущаешь не так, как на фотографиях. Это было, может быть, самым таким острым ощущением. Картина Бекона. Портрет Изабеллы Ростхорн. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. На чёрном фоне изображена фигура по грудь. Половые признаки не обозначены. Фигура одета в белую рубашку и тёмный пиджак. Поверх она как бы окутана серой объёмной накидкой. Лицо белого цвета, оно размытое и перекошено. Челюстью рот кажутся непропорционально большими, словно распухшими. Маленький, как будто лысый лоб с белёсыми глазами, изображён в полоборота. Фигура кажется полупрозрачной, призрачной. Портреты тоже знаменитые художницы, модели, знаменитые богемные женщины Лондона 60-х годов. Портреты, ещё один триптих. Портреты тоже, похоже, он считал эту женщину безумно красивой, но при этом то, что он рисовал, это не история красоте и уродстве, это история той самой интенсивности присутствия физического, которую мы воспринимаем как боль или как уродство, которую мы не привыкли связывать с представлением о красоте, то, что он, собственно, и пытается предать. В этом коллизии тел, столкновении тел. Каринда тоже один из классических сюжетов для 20-го века, как столкновение поединок животного и человека. Картина Фрэнсиса Бэкона «Этюд для бычьего боя» номер один. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. На полотне изображена круглая арена грязно-бежевого цвета. В центре арены фигура, состоящая из коричневой и розовой массы, отдаленно напоминающая коричневого быка и фигуру человека рядом. Бык опустил голову, человек стоит за ним. Создается впечатление, что бык движется. Человек и бык соединены тонкими полукруглыми линиями и как бы перетекают один в другого. Сзади арены оранжевый фон. Справа арену ограждает небольшой кусок стены. На нем изображено большое количество шарообразных белых фигур. Скорее всего, это люди. Полотно выполнено аккуратными тонкими мазками. Риск для Бэггана – это не просто столкновение животного человека. Это та коллизия, в которой эти два тела и два существа сливаются в этом моменте предельной интенсивности своего события, одновременного присутствия в мире. Вот такая вот замечательная картина, которая представляет тела, в общем, превратившись в такие пузыри. То, что Делёс говорит, что Бэгган представляет реку плоти, из которой надуваются пузыри персонажа, которые опять в ней растекаются, ни одно из тел не является автономным, ни одно из очертаний не является фиксированным. И вот эти, собственно говоря, эти пузыри плоти, эти существа, которые своими ощущениями вызваны в жизни, они готовы измениться, когда появляются некие другие, когда изменятся эти ощущения, когда изменятся их желания. И то же, что здесь появляется, вот в этом полотне, во-первых, появляется фотокамера, появляется вот этот самый фотоаппарат, как то, что… и киноаппарат, как то, что по-другому фиксирует человека. Живописный триптих Бэггана, три эскиза мужской спины, три вертикальных прямоугольных холста. Нижняя половина холстов чёрная, верхняя – белая. В центре каждого жёлтая объёмная конструкция из линий, наподобие трапеции. А внутри конструкции трапециевидное зеркало. Перед ним на стуле сидит обнажённый мужчина в полный рост с бритвой в руках. Форма его тела гипертрофирована. Плечи, бицепсы, мускулатура, ног выпирает шишками. На левом изображении он повёрнут к нам правым боком. Голова опущена вниз. В отражении в зеркале он крупнее и изображён в профиль, хотя должно быть видно лицо в анфас. Профиль повёрнут влево. На центральном изображении мужчина показан с левого бока. В зеркале вместо отражения чернота. Из-под его стула льётся синебелая жидкость. На третьем изображении. Изображение мужчины левым боком. Голова опущена вниз, но в зеркале опять профиль. В этот раз повёрнутый вправо. Уже 70-е годы это постоянная попытка разойтись и совпасть или не совпасть. Невозможность совпасть со своим изображением, будь это изображение, которое даёт фотографию, будь это зеркало, которое тоже всё время отстаёт от того представления, которое у нас есть о себе. Вот это и персонажи, монстры, которые преследуют фигуры, которые появляются за окном. Кто это? Что это такое? Сам Бекон говорит, что для него это персонажи античной мифологии, что это фурии, которые преследуют богини мести, богини вины, чувства вины, которые преследуют. И фурии, которые преследуют и ищут своих жертв по запаху крови, по следу крови, это действительно есть цитаты из эсхилла, из античности, вот эти вот огромные мухи. Вообще это очень интересный сюжет, что как бы все многие, вот это возвращение античности в модернистской культуре середины второй половины 20-го века, что античность была также важна, например, для Ротко, которого Бекон считал, видимо, своим антиподом, а отчасти соперником, в том, что выражение таких предельных ощущений, предельных философских понятий была важна для троматургии, и была как бы важна у Бекона когда-нибудь, просто как источник мифологических образов, как источник вот этих образов предельной интенсивности, предельной страсти, при том, что он говорит, что для него совершенно не интересует воображение, что его не интересует реальность, что его интересует то, что происходит на самом деле, реальные люди, реальная плоть. Вот это один из самых страшных его дриптих, по сути, дриптих памяти Дайера, представляющий его самоубийство. Он умер совершенно ужасным образом, он умер, его обнаружили сидящим на унитазе, и умер он от алкоголя и снотворного. Живописный триптих Фрэнсиса Бекона «Май-июнь». Три вертикальных прямоугольных холста. На каждом из трёх изображений показан человек в дверном проёме между лиловых стен. Тело синеватого оттенка. На изображении слева человек сидит на унитазе. Он согнулся, торс и голова лежат на коленях. На центральном изображении заметна фигура человека в темноте проёма. Видно только его лицо в профиле и часть торса. У него крупный нос и борода. Над ним в проёме висит медальон. Низ фигуры спрятан в чёрной тени проёма, чёрная тень как бы выливается из проёма. На изображении справа тот же мужчина лежит руками на раковине. Его кожа серая, спина согнута дугой, глаза закрыты. И вот этот момент смерти любимого человека Бекон изображает и возвращается к этим образом. Постоянно рисуя работы, памяти. Да, ну, собственно, как потом рисует своих, при этом отрицая чувство вины, но всё время изживая эту ситуацию, изживая эту невозможность запомнить человека, передать вот этот самый облик, каким он остаётся навсегда, только возвращаясь к моменту вот этого разумного, повторению этой интенсивности, у которой нет образа, у которой нет облика. Опять-таки, ситуация с зеркалом, которая не может показать нас, потому что образ в зеркале, образ на фотографии, это не то, что передаёт вот это постоянно меняющееся, постоянно трансформирующееся тело, которое и есть живое тело, которое есть ни лицо, ни облик, ни фигура, а вот это самое мясо, туши со скотобоем, которые у Бекона, скорее всего, не знак смерти, а знак, наоборот, вот этой абсолютно оголённой живой плоти, единственной, которая доказывает, что, которая может быть живой, которая настолько живая, настолько кровоточащая, что у неё нет облика, потому что всё, что облик, это уже то, что неживое, это уже то, что и очень редкие для Бекона гадба, собственно говоря, ландшафты. Картина-пейзаж. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Чёрный фон, сверху и снизу две синие сферы. Между ними четыре линии как бы образуют прозрачный куб. На нижней сфере, в границах куба, жёлто-зелёная поверхность, покрытая серой травой. Похоже на песчаный пляж с редкой засохшей травой осенью. На верхней сфере, в границах куба, белые разводы и спирали, напоминающие вид облаков из космоса. На верхней сфере, в центре, толстая красная стрелка. Вот с этими самыми стрелочками, которые там появляются, появление мифологических персонажей. У него появляется сфинкс в портрете. И самые постоянные одни и те же образы. Ещё одна вот эта самая душа, которая ещё трепещущая плоть, ещё живая плоть, которая не стала образом, которая не безобразна, а безобразна. И эта безобразность и есть признак какого-то предельного интенсивности ощущений. Беконга, когда Беконга, что его не интересует воображаемое, что единственное, что его интересует реальность здесь и сейчас, реальность, которая есть в плоти, которая и есть в плоти кровь. Это постоянное выражение и на русском, и на английском. Поэтому вся античность важна только как источник образов, а не как источник мифологии каких-то толкований. Это мифология, это абсолютно такое антипсихоаналитическое искусство в каком-то смысле. И что самое важное, что для него есть в общем результате, это взаимоотношения между людьми. Но взаимоотношения между людьми, взаимоотношения с другим человеком, которые сводятся к взаимоотношению тел, которые достаточно странны у него. Ещё почему-то был портрет Микаджанера, который не самый удачный, видимо, из его работ, но тем не менее произошёл. Взаимоотношения тел, столкновения тел, которые чаще всего оказываются выкуплением, которые оказываются сексом. Почему, собственно? Потому что это единственная ситуация, когда люди не говорят, и можно нарисовать это столкновение тела, не впадая в жанровую живопись, не впадая в сюжетную живопись, которой совершенно не хотелось заниматься, а показывая, когда нарушаются вот эти границы нашего привычного образа, и, собственно говоря, границы тела преодолеваются. Одна из достаточно поздних, может быть, самых трагических работ. Бекон – это, собственно, вот эта работа, в которой тел не осталось, в которой остались только пятна крови. Картина «Кровь на полу». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. На ярко-оранжевом фоне светло-коричневая плоскость. Она берёт начало от нижнего края в полную ширину и сужается к верху. Она обрывается чуть выше середины изображения. Посреди плоскости – тёмно-бордовое пятно, как бы расплескавшаяся капля. Над плоскостью висят две лампы с жёлтыми плафонами. Справа на оранжевом фоне, словно на стене, расположен выключатель. Вот этой опустевшей сцене, опустевшей комнате. И повторение тоже такое же трагедия. Одна из последних картин – это повторение вот той самого первого распятия, с которого он начинается. И тоже вот эти поздние вещи с пустыми комнатами, с той же самой живописью действия. Это краска, которую он, в конце концов, так же, как полок, выплеснул на холст, попытавшийся дорисовать, что из этого получилось. И вот эта самая постоянная попытка удержать образ, удержать ощущение присутствия тела при невозможности удержать облик тела и при осознании того, что облик – это то, что всё время меняется. Потом возникают вот эти фотографии, автопортреты. Картина Триптих. 1991 год. Три прямоугольных холста вертикальной ориентации. На каждом из трёх изображений, на молочно-белом фоне, в верхней части чёрный прямоугольник наподобие оконного проёма. На левом изображении мужская фигура как бы переступает за чёрный квадрат правой ногой. Вместо торса у фигуры квадрат с изображением головы, фигуры, напоминающим чёрно-белое фото. На среднем изображении, на нижней грани чёрного квадрата, лежит фигура. Она искажённая, сложно понять, где какая часть тела. На изображении справа фигура снова переступает через квадрат одной ногой. К нам она повёрнута левым боком. Вместо торса – бежевый квадрат с изображением мужской головы, похожий на фотографию на паспорт. Фотографии, которые никак не могут быть соотнесены с этим телом, которое не хочет удерживать обувь, постоянную форму, которая меняется, растекается, мутирует и никак не может соответствовать этому удержанной фотографии, которая может быть только карикатурой, только таким слепком.